Я продолжаю вам показывать самые дешевые цены. Это моя часть жизни. Я не хочу вам втирать и объяснять, что где-то существуют очень дорогие цены. Это не моя часть жизни. Представляете, да? Я проезжаю и на левый берег в том числе для того, чтобы вам продемонстрировать, где люди берут, оптовые покупатели. Они берут все это здесь. Сейчас покажу, как доехать. Надо просто понять, что за моей спиной. За моей спиной проспект Пушкино. Он соединяет завод управления. Оно как раз за моей спиной метров пятьсот внизу. Вот там. Видите? Поднимаемся сюда. Гортеатр. Гортеатр это вот до туда. Гортеатр. Прекрасно. Понимаете, куда приехать, да? Теперь довернемся вот сюда. Завод Алькор. Замечательный завод. Мы как-то ему делали материалы. Вот прямо за моей спиной располагается, да? Завод Алькор. И чуть-чуть дальше метизный калибровочный завод. Подразделение ММК Метиз. Вот. Но не надо ехать вот туда, понимаете? Это будет нехорошо. Едем вот в промежуточек между заводом Алькор и вот этим... Как это называется? Были в свое время такие штуки. Зубы. Вот это то, что нужно было. То есть проезжаем мимо них. Вот туда прям проезжаем и там скоро найдем то самое место. Замечательное место. Да, конечно, я очень люблю компьютерную графику. Но у компьютерной графики есть маленький результат. Одна секунда это сто долларов. Без компромиссов. Столько она и стоит в России. Но мы попытались вам, гением интеллекта, донести, как сюда проехать. Да вот как. Вид с крыши. Чтобы понятно было. Сногсшибательная лужа располагается здесь. Справа завод Алькор. Слева метиска. Вопрос, зачем она нужна, непонятен. Слева, по сути, пустырь убрать было бы проще. И поэтому чуть-чуть и потихонечку, зато далее и круто. Лужа не дает дороге расшибиться. А далее по вполне человеческой магнитогорской дороге. Называть ее крутой не получается, но не хуже дорог Суворова это точно. Тут понять надо. Мы проезжаем Алькор. А то, куда далее мы едем, вполне очевидно. Складская становится дублем проспекта Пушкина. И тут прямо на повороте, переехав две ветки ЖД, вы поворачиваете налево. И вот то самое место. Не доезжаете? Ну так вот, все материалы есть в Ютьюбе. Вбивайте Челейкин и понимаете, что 1700 сюжетов и это для вас. Другой вариант. Почему мы здесь? А тема становится все более очевидной. Это магазин оптовых цен. Кстати, здесь все берут и оптовики. И вы можете брать товар по оптовой цене. Свыше 500 рублей. Это оптовая цена. Как доехать? Сложно и нужна машина? Поверьте, нет. Сложно это для машин. Пешкодрапом проще. Складская улица делает поворот вокруг Алькора. Справа пойдите по левобережной складской линии, ну максимум километр и вы у цели. К слову о том, что здесь ждут и пенсионеров в том числе. Потому что цель единая – дать вам возможность купить товар по оптовой цене. Кстати, если есть у вас желание, то вот вам телефоны. 24 24 06 24 26 50. К слову об интернете. В любой поисковик вбейте холст товары даром и вам будет сайт этой компании. К слову о том, что купить. И вопрос доставки. Сумма от 500 рублей и доставка до дома. Меня попросили сюда прийти, чтобы все это вам продемонстрировать. Я пришел сюда. К сожалению, такое очень редко бывает. Но в принципе вы видели, что один человек работает и он показывает результат. Что касается меня лично. То есть я вот сюда пришел и посмотрел. Мне задают вопрос мой приятель Денис Котлер, который думает, что я не умею паять. Оказывается, умею паять, потому что у меня есть паяльники. Так вот, насчет слова паяльники. Паяльники я себе также покупаю, да? Но цена вопроса была немножко другой. Паяльники здесь 40-60 ваттные. Ну, они очень дешевые цены. То есть 125 рублей. Вот. Все остальное, вот для семьи, то что нужно. Вот вам, пожалуйста. 379 рублей. Ну, 300 рублей. Вот. Кроме всего прочего, есть зажигалка электрическая. Ну, тут много чего хорошего. Да, это сказал мой сын. Ну, а еще такая штучка. Вам необходимая. То есть у всех нормальных людей, естественно, есть скважина. Так вот, в скважину надо поставить насос. Поставил я насос. Не дешевый был насос. Но сегодня, сейчас мне мама попросила. Говорит, дай мне тоже насос в скважину в Миндяк. Специализированный насос. Водолей-3. Вот я его заберу в оплату. Вот сейчас покажу, как он работает. Вот сейчас продемонстрирую. Вот нормальный насос, у которого очень большая длина кабеля. Вот. И его за весьма скромную сумму, 2856 рублей, можно опустить на 40 метров. О, вот это тема. Ну и возникает дивный вопрос, как все подешевле-то сделать. Вот честно, честно, я отсюда никуда не уеду. Пока я не возьму себе мангал, пока я не возьму себе уголь. Вот такая штука-то у меня есть. Ну и вам тоже было бы необходимо ее взять. Теперь по цене вопроса. Сейчас у вас будет все сложно. Давайте по цене вопроса. Сколько будет стоить мангал? Мангал, демонстрируемый вами, вот здесь. Нормальный магнитогорский металл. Представляете, хороший металл. 135 рублей. Брать надо железобидонным. Сколько здесь стоит уголь? Сейчас все поймут, что ехать надо за уголем тоже сюда. 75 рублей. Найдите где-то в городе дешевле. Не найдете. Ну и посмотрите, как грамотно все сделано. Потому что у меня мангал, он меньше. И когда я жарю мясо, вот, получается так, что оно туда падает, понимаете? Здесь нет ширины достаточно. И даже для моего мангала. У меня немножко он другой, вот так он разбирается и все. А здесь-то, пожалуйста. И тем более ширина. Вот те мангалы, которые я готовлю, я вот сейчас возьму его. И вы посмотрите, как это делается. То есть здесь небольшое количество угля. У меня, допустим, можно, ну, много угля, да? Но это тоже не есть правило. Вот это супер. И цена вопроса, а? И цена угля, а? Ну, это тоже здесь есть. Часто вы сюда приезжаете? Частенько. Я прекрасно понимаю, что до сюда доехать почти утонуть можно, да? Ну, деваться бывает, да, такая штука. В любом случае, вы сюда приезжаете. Зачем? Ну, посмотреть шланги электрические там. А цены как? Ну, что цены, нормально. Цена приемлема. Ну, сюда за вагонкой заезжаем рядышком, поэтому. То есть, в принципе, все нормально? Да. В принципе, все нормально, устраивает. Я всю жизнь сейчас говорю, ребят, можно в городе Магнитогорске жить, если вы не будете втирать и не будете ходить в сверхдорогие вещи. Потому что берете сверхдорогие вещи, это не все не то, правильно? Здесь гораздо лучше? Да, здесь цены доступны, и мне очень нравится товар. Здесь не тратьте деньги в том количестве, что в других местах? Здесь у них нормальная цена, да, у нас удавить, нормально. То есть, можно спокойно брать товар? Вибра есть, хорошие. Ну, нам нравится данная торговая база. Мы здесь уже не раз, можно сказать, постоянные клиенты. Нравится обслуживание, нравится ассортимент очень широкий. А цены? И цены, главное, очень низкие, да. По сравнению с остальными торговыми залами в городе, одни из самых низких. Поэтому мы все постоянно клиенты здесь. Расстраиваюсь, расстраиваюсь. Куда очередной раз завез нас папа? Шикарное место. Только что сделали апгрейд бабушке, ведра поменяли, разделочные доски поменяли, прикупили ей комодик и во все это вложили бешеные деньги. А здесь 200 рублей ведерочка, 160 рублей ведерочка, 140 рублей. Разделочные доски вот такие 100 рублей. А мы с тобой ведро за 400, комодик за 2000. А здесь шикарные комоды за 1000 рублей. Ну, чем ли не красота? Покупка свыше 500 рублей у нас по оптовым ценам. И плюс дополнительные у нас оптовики получают дополнительные скидки. То есть можно всем говорить, приходите к нам. Да, приходите к нам, ждем вас и будем рады. Леха, тебе нравятся наши огурцы? Нравятся. А чем мы их поливаем? Водой. Водой. А что в водичку добавляли? Навоз. Правильно. А вот самая-то главная беда у нас в том, что всего лишь один бачок для того, чтобы замочить, так скажем, компост, навоз. Пожалуйста. Все для сада, что вам нужно. Здесь есть в наличии. Но самое главное, то, что присмотрела себе я, это вот такие шикарные бачки. Конечно, есть подороже. Но вот я думаю, что за 1500 вот такой хорошенький бачок с крышечкой мне подойдет. И вот я вам показываю, где это место есть. Оно находится на левом берегу. Кстати, насчет дороги. Дорога здесь лучше, чем вот где зеленый рынок. Представляете, да? Там вообще дороги просто не существует. То есть заезжаете, начинаете говорить брум-брум-брум-брум-брум, но все равно вы едете за дешевыми ценами. Мы вам показываем, где это делается на левом берегу. Где сверхдешевые цены. То есть зачем вам ехать в дорогие торговые центры? В дорогие торговые центры я пойду завтра. Потому что завтра будет терминатор. Не помню, что такое. Но я его обязательно посмотрю.